Алло. Алло, Анна Сергеевна, вышли из кабинета? Да, да, да. Да, хотел поговорить по поводу проблем, связанных с Рубином. Слышали о них вообще что-либо? Что привело организацию к банкротству? Так, как вам сказать, образно, но не от самих работодателей, а именно от самих рабочих. Я перепроверил архивные документы, которые связаны с выплатами заработных плат, и обнаружил ряд несоответствий, а именно вели черную бухгалтерию в компании. Вы об этом слышали от своих коллег, бывших? Да, да, вот это вот. Да. Как заработные выплаты поступали? Вовремя, в полном объеме, вообще на карточку, либо же, возможно, давали часть в конверте? Нет, они вообще-то в конверте не давали, просто поступало наличкой. Это было лично у меня. Я не знаю, я вообще к этому отнеслась, знаете, вот как-то так предвзяты и скептически, потому что, если как бы я не видела документы вот эти все, так я думаю, ну, мало ли какие сплетни могут разводиться вообще в целом в такой фирме, понимаете? И как-то я к этому не поверила. Ну, вам что могу сказать? Сплетни оказались правдой, поскольку я обнаружил ряд документов, один из которых свидетельствует о том, что на вас был оформлен счет в Лакобанке. Вот, хотела спросить, это правда? Вы самостоятельно его открывали, либо же под давлением руководства. Я вообще не знаю за этот счет ничего. А что это за банк? Какой банк? Лакобанк. Непопулярная организация у нас в стране, особенно как заработный проект для исчисления финансов организации. Хотел у вас спросить, вам оттуда ни разу не звонил никто, именно с Лакобанка? Нет, нет. А доверенности на право распоряжения персональными данными ни на кого из организации не выписывали? Возможно, там, на коллегу, либо же на бухгалтера? Нет, не было ничего. Ничего подобного не было? Право подписи никому не предоставляли? Нет, все печати, все у меня, все документы в сейфе. Что я вам могу сказать? Вообще по документам на данный счет ежемесячно перечислялись финансы. Я не знаю, какова была природа их появления, просто вам переводили туда деньги. Когда-то 20 тысяч, когда-то 70, когда-то все 100. Ого. А я тут работаю за зарплату 25 тысяч, а у меня там еще где-то 100 с чем-то тысяч еще где-то есть. Ну, образно, потому что деньги налогом не облагались. Как я понимаю, я вообще не могу понять, это зарплата или что, но как факт, такое было. Не знаю. Я впервые вообще слышу про это, честно. А вы мне подскажите, не исключаете факт, что вам могли подсунуть какой-то документ, подписать, ну, в спешке. А этот документ мог быть на оформлении счета Блокобанка? Нет, нет, я все перечитываю, все очень тщательно. Все перечитываю? Да. Если бы что-то было бы подобное, я бы сказала бы про это. Подождите, пожалуйста, тут сработает, подождите. Хорошо. Хорошо. Все, я тут. Нет, ничего не предоставляла, все документы, все при мне всегда. Я вас услышал. А когда вы ходили с организации, никаких конфликтов не возникало? Нет. Может, в последующем, когда работали на новом месте, вам пытались как-то позвонить с предыдущей компанией, пытались как-то переманить обратно? Нет, 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 не было ничего. Нет, ничего подобного не было. Что я вам могу сказать? По документации, которая свидетельствует об открытии счета в Блокобанке и также о перечислениях денежных на ваш счет в Блокобанке, все выглядело так, будто бы вы с управлением организации занимались смыванием финансов. В такую ситуацию попало большинство рядовых рабочих организаций. Я сейчас веду по этому поводу разбирательства, пытаюсь понять, что и как, и как далее действовать. Вообще, я обращался в следственный комитет. Будет возбуждаться уголовное дело по статье об отмывании денежных средств в особо крупных размерах. Вас требуется, сегодня будет звонить, вы звонок не пропустите, будет следователь с вами говорить на этот счет. Вы попытайтесь вспомнить, возможно, какая-то важная информация у вас всплывет в голове. Скажите следователю, поговорите с ним о счет того, что вы этим не занимались. Может, как-то и удастся урегулировать вопрос. Я, если честно, не знаю. У меня вообще не первый раз такое происходит. Как-то ранее удавалось решить проблемы. Вы мне подскажите, с вами можно связаться как-то кроме номера телефона, сотовой связи именно? Возможно, WhatsApp, Telegram у вас имеется? Нет, нет, я этим не пользуюсь, не засыряю телефоны. Сами знаете, что на таких работах, как у меня, нельзя пользоваться ни WhatsApp, ни Telegram, ничем. Да, да, понимаю. В таком случае вам будет звонить на этот же номер телефона, я так понимаю, если у вас нет дополнительного. У вас дополнительного же нет, верно? Нет, нет, лучше звоните на этот номер. Да, да. Звонок не пропустите и проблему урегулируйте. Хорошо. Если будут возникать какие-либо вопросы, я с вами повторно свяжусь. Хорошо. Все, всего вам доброго. Кстати, Анна Сергеевна, вы здесь еще? Да, да, да. Я тебя попрошу, если вы общаетесь с бывшими коллегами с Рубина, либо же с кем-то еще, пока мисс информации не разглашайте, слухи не нужны. Хорошо. Все, всего доброго. До свидания. Все, до свидания.